Чемпионских поясов IBF и WBO накануне оба принадлежат боксеру из клуба Ахмад, Асланбегу и Дигову. 10 раундов. Поехали. Сразу же центр ринга занимает Роберт Рац. Словацкий боксер. Опытнейшие парни привыкли побеждать. Если Асланбег и Дигов в принципе не побежденный спортсмен, то 21 победа – единственное поражение в карьере у Словак. Еще раз замечу, что эти 21 соперник, которые были повержены Рацом, они в общем-то боксеры были не самого высокого пошиба. Но опыт есть опыт, тем не менее. Роберт выступал в Чехии, в Венгрии. Разумеется, у себя на родине. И вот сегодня первые его визиты в Россию. Сразу такой ответственный поединок. Сразу два пояса на кону. Так, спокойно с разведки начали боксеры. На средней дистанции обменивались с джебами. Ну и Дигов бросил наконец-то боковой удар справа. Обозначив свои претензии. Отвечает Рацо. Так, за одиночным ударом. Но по-прежнему идет в основном пока разведка. Бойцы пытаются нащупать дистанцию. Вот, очень здорово. И снова левый боковой у Дигова в деле. Первым он очень точно попал. По корпусу. Да, изначально Идигов нацелен на печень соперника. Ахматила, Ахматила. Скандирует зал. И хочется верить, что эти слова после поединка произнесет и Идигов. И вновь левый боковой по печени. На сближение от Идигова. Так, все больше и больше начинают действовать в атаке Асламбек и Идигов. Ну и вот эти комбинации, которые начинаются слева по корпусу. Вот так монотонно, но очень прагматично так и... Основательное, я бы сказал, проводил. Концовку раунда забрал. Первый раунд твой, говорит тренер Асламбеку Идигову. И действительно, сложно с этим поспорить. На последней секунде еще плюс хороший зашел правый через руку. В общем, здесь никаких вопросов. Аккуратнее работать в защите. Призывает секундант Асламбек и Идигова. И скажем спасибо режиссеру за этот своевременный повтор. Как раз мы увидели, как сработал Идигов неаккуратно. Да. И в итоге пропустил удар. Ну это, пожалуй, был единственный удар, который боксеру и Словакии удалось донести до цели. Так реально. Второй раунд. Опять начинаются перестрелки для бомбоксера. Неплохо сейчас силовой удар. Выбросил справа боковой Рац. Отвечает тем же, только левым боковым Идигов. В зал гонит своего земляка. Он не спешит. Методично, аккуратно. Работает в ринге. Снова боковой удар выбрасывает Рац. Но там успел поставить перчатку на место Идигов. Хорошо, на встречу сейчас. Хороший боковой у Словака. Но что-что, а поставленный удар у Роберта Рацца присутствует. Да. Это нельзя отрицать. Вот эти хорошие боковые удары он выбрасывает. Причем выбрасывает довольно быстро. Не знаю, насколько чувствительны они для Идигова. Доцель доходит. Включает ноги Рац. Не дает подходить к себе близко. Много двигается. Сейчас хорошо выставил предплечек. Развернул плечо. Идигов вошел в клинч. Минута до конца. По корпусу хорошо Идигов пробил. Очень много, конечно, он по туловищу бьет. Этот план чувствуется, был заранее разработан. На смещение левый боковой. Зашел у Рацца, но, правда, попал он в скульсе и больше предплечен. Хороший в двоечку бросает Идигов. Но тут же пропускает сам прямой удар от соперника. Не, Рацца непрост. Это надо отметить. И какие бы ни были соперники, но то количество нокаутов, которые у него в активе, говорит о многом. Значит, удар есть. Вот и снизу сейчас сумел просунуть свою перчатку боксер из Словакии. Второй раунд. Победа вскидывает Раццу руку. Доволен своими действиями. Действительно, во втором раунде он смотрелся получше, чем дебют. Ну вот удар по туловище. Очень неприятный. И левый прямой. Таким же левым прямым отвечаете Идигов на этом повторе. Не спеши. Говорит секундант Раццу. Ну вот, рефери вызывает боксеров на третий раунд наконец. С легких джабов начинает готовить свою атаку Асланбек. Апчелнаки сейчас работает. Ушел из угла, но пропустил боковой удар. Пытается ответить таким же левым боковым. Роберт Рацца, судя по всему, решил, что разведки достаточно уже и начинает очень агрессивно третий раунд. Роберт Рацц, парень не промахлый, я имею ввиду смелый, абсолютно никакой. Не чувствуется у него тревоги. Он не боится соперника. Это видно. Неплохо защищается. Ждет каждый раз своего шанса. И некоторые из них используют довольно четко. вот снова пробил по туловищу. И тот и другой, конечно, много внимания уделяют вот этим ударам по корпусу. И сейчас неплохо. За перчатку Удигова сумел донести удар Рацц. И Дигов паузы делает большие. Надо все-таки плотнее работать. Долго-долго. Долго-долго. Сумел Ладигов заблокировать правый оверхенд соперника. Сразу последовала от Рацца двойка в блок. И сейчас смещение левым боковым. В очередной раз Рацц попал. Да, такой равный поединок мы наблюдаем. Казалось после концовки первого раунда что Удигов начнет забирать инициативу в этом бою. Но Рац был другого мнения. Да, за инициативу Словак еще поборется. Это совершенно точно. Да и попаданием у него очень немало. хороших вручных ударов. Пожалуйста. Хочется контрить. Снова. Хороший боковой удар у него что справа все отвернули. Тайм! Это раз не очень. Правую ловишь это навстречу. На скобку. Это винлайн тайм. Время ставок. Начать игру с винлайн ничего не стоит. Получи фрибет 1000 на первую ставку. Винлайн тайм. Ставь за наш счет. Не сильно доходит. Но все равно поджимай. Слушаем внимательно. Потому что он ждет чтобы ударить справа тебя. Дергай перед действием. И немножко серийно. Больше ударов надо. Вот совершенно верно. А серийно больше ударов выбрасывать. Ну что ж выслышали разбор боя от тренера Идигова. Четвертый раунд. Раунд 4 4 4 5 Продолжается у нас борьба за инициативу. Пытается поджимать соперника Асланбек Идигов. Ну Рац всегда находится либо в центре ринга либо далеко от канатов использует площадь квадратом не дает себя запереть если сам не останавливается. Да и на каждое точное попадание Асланбека Роберт пытается отвечать своим выпадом. Опять большие паузы у Асланбека. паузы пытается пытается дернуть на себя соперника Идигов но тот при том, аккуратен весьма рационален ничего лишнего не дел вот неплохая комбинация со смещением от Идигов сейчас хорошо но надо продолжать вот хорошая комбинация два по туловищу и левый боковой удар. Рац пытается перейти сам контратакующим действием серия ударов по защите еще минута до гонга хорошо вот сейчас Идигов попал и Рац почувствовал эти удары почувствовал и снова боковой справа доходит до цели убрал голову хорошо боковой в корпус ну захватил сейчас Идигов инициативу что от него и требовали рад сейчас в общем-то упывает только на свои ноги уходя от этих наскоков от этого прессинга Идигов опережает его молодец хороший джеб снова был в его исполнении и он задвигался больше посмотрите да в серию выбрасывал и под конец доставит еще один удар Асланбек молодец хороший раунд провел вот чем ответил на этот удар через руку Идигов лаконичный повтор был после второго и третьего раунда когда Роберт Тратс был близок к тому чтобы выровнять ход этой встречи не просто я даже мог перехватить даже своими действиями А в заключительном отрезке Асланбек Идигов все-таки ситуацию вновь в свои руки забрал Стоп! Стой! Стой, Милл! Что такое? Небольшая заминка и Йорк Милке рефери встречи дает команду продолжение боя Ну так передней рукой сейчас действует Идигов по этажам и хорошо сейчас бросил короткий правопрямой вот так вот джебом раскрывает защиту со смещением здорово по туловищу развернувшись пробил что-то такое из арсенала Ломаченко продемонстрировал Нет контролирует дистанцию Идигов эти прямые выпады соперника он уже видит они не так опасны Кому же мне кажется чуть замедлился боксер из Словакии становится более предсказуемым понятным для Идигова замечание Йорк Милке говорит Роберту Ратсу что надо держать голову повыше и слушать его команду хорошо снова по туловищу ну хвататься за канатой нельзя рефери не видят продолжает работать по корпусу Асламбек Идигов сейчас интересно будет если покажут нам угол словацкого боксера такое впечатление что он задышал чуть-чуть хорошая атака снова от Идигова вот и дистанцию чутко прочувствовал ушел разорвал вовремя прекрасный апперкот провел да одиночный одиночный правый у Ратса по-прежнему очень тяжелая но после атак Асламбек и Дигов и при этом замедляются как вы отметили и удары и также время реакции на атаке Асламбека да да совершенно верно то есть если там в первых раундах он буквально вклинивался в атаке российского спортсмена то теперь уже там проходит доля секунды Асламбек успевает уйти спокойно разрывает дистанцию да либо бьет на встречу ой сейчас плечом так нельзя толкаться очень хочется посмотреть в перерыве сейчас внимательно цараться в углу мне кажется у него уже бензобак так ооо ну вот ну был этот удар до гонга или во время или после мы не расслышали к сожалению но удар был неприятным правой прямой точно в челюсть нет нам показывают красный угол поэтому не даешь себя бить понял даже по защите не ну хороший раунд молодец Этигов но все-таки требует уменьшить долю риска бою от Этигово четвертый раунд и на шестой раунд четвертый были очень хорошие две с половиной российского боксера Как задвигался в челноке. Вот сейчас сместился. Хорошо убирал голову. Сейчас видит, иди говорит, удары эрацем. Было попадание по затылку. Просигнализировал Асланбек, но рефери встречу останавливать не стал. Ну и вряд ли потребовалась бы остановка. Пытается прессинговать раз, но в основном бьет по площадям. Иди говорит, поднять перчатки. А сам вот сейчас неплохо. Пытается обойти этот джеб соперника. Вот, хорошо. Прекрасная комбинация. И снова в туловище. Очень мощно почувствовал этот удар. Почувствовал раз этот удар. Ну что ж, надо продолжать. Ты же видишь его глаза перед собой. Чувствуешь его реакцию. Ну раз боксер смелый конечно. Отнять нельзя у него это. И снова левый боковой. И снова левый боковой. у него левый боковой. Он вот так. Такого уровня. Попорше. Попорше. Попорше не надо стоять. Не надо стоять. Не надо стоять. Ася. Глава его идей. Не надо стоять, кричат Федигову, но он, в общем-то, и не стоит, двигается постоянно. Надо забирать раунд, кричат Асланбеку. Действительно, нужна хорошая концовка, чтобы убедить судей. Вот неплохо. Ну, останавливаться-то не надо. Перекрылся, встретил. Ну что, пойдет на него Рац? Рац тоже особо не рискует. Это Винлайн Тайм. Время ставок. Самое время сделать ставку на винлайн.ру. Нет ставки, нет игры. Винлайн Тайм. Время ставок. Все нормально? Спросил рефери. Рац, да. Хорошо, ответил. Словацкий боксер. Настраивает решительное действие своего подопечного. В синем углу. Настраиваясь на атаке, нельзя забывать о защите. Асланбек начинает прессинг. Боковые удары бросает Рац. Они удавались ему неплохо в начале поединка. Но сейчас он замедлился, еще раз повторю. Эти удары уже не такие стремительные. И Асланбек успевает либо плечо подставить, либо перчатку. Очень много энергии тратит Роберт Рац, выбрасывая удары по воздуху. Но он должен быть активен. Именно об этом говорил его тренер. То, что надо постоянно выбрасывать удары. И даже не столь важно, попадаешь или нет. Заставить соперника отдать инициативу. Вот что сейчас пытается сделать словацкий боксер. Ну, когда ты начинаешь атаковать, у соперника шансы повышаются. Ты по неволе где-то раскрываешься. Но Асланбек тоже сбавил немножко. В своих действиях стал меньше выбрасывать ударов. Ну, вот этот правый боковой был очень чувствительный. В висок попала, перчатка. Асланбек. Но пауза все равно большая. Низачем. Пошел нырком. Но мало ударов. В этом раунде выбрасывает Асланбек. Ничего страшного не пропустил. Но сам почти не бил. Пошел взять паузу. Вот это неплохо. Встретил чуть-чуть с углоном. И пробил по кулону еще. Ушел спокойно. Вот это и атака. Ну, вот, вот, вот. Ну, нижнюю паузу, да. Пробил. Соперник стоял перед тобой. Не двигался. Заканчивается раунд в последние секунды. Последний удар левый прямой. Роберт Ратца выбросил уже с гонгом. Ну, что ж, раунд под номером 7 получился интересным. И, на мой взгляд, близким. Близким-близким, потому что и Диков, как-то, немножко сбавил обороты. Решил передохнуть. На три удара. Может быть. Дать паузу, отдышаться. Пока. Он невозможно. Смотри, Даниль, играю, вот, обречен, вот, и на голову переводят. А, да-ка, 5-2, да-ка, 3-2, да-ка, 3-2, да-ка, защитный ответственный. А, да-ка, 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 хороший раунд был. Потому что ты проиграл. А, да-ка, 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 да-ка. И вновь из двух источников приходит одновременно практически информация. Все-таки кто-то один должен говорить. Я понимаю, тренер из клуба Ахмат. Он болеет всей душой. Хочет донести свое мнение. Но в это время, когда говорит другой тренер, основной. Не знаю, верно ли это. Так, легкими движениями на ногах так начинает этот раунд. И Дигов перекрылся, поставил локоть на место. Перекрылся от бокового удара слева. Слева. Надо отвечать таким же. Встречный удар выбрасывает раунд. Снова большая пауза. Ну, джеб хороший. За джебом неплохо было бы провести еще и боковой. Вот хорошая комбинация. Сдвоенный джеб. Остановил соперника у каната. Пробил. Делает ставку на точность Асламбек и Дигов. Бьет не так часто. Но зато старается максимальный ущерб своими ударами наносить. Снова хороший джеб. Ну, вот-вот-вот. Так и надо. То, чего от него и требует. И не забывать про корпуса. Ну, Рац как бы чувствует. Да, он прекрасно понимает, что удары по туловищу последуют от Идигова. Поэтому обратите внимание. Его правая рука, в общем-то, почти всегда прижата. Почти все на месте. Сейчас вот выбросил он резкий удар. Да, правый прямой. И тут же вернулся. Локоть сюда прижал его к туловищу. В перестрелках с дальней дистанции у нас примерный паритет. Опять джебом достал. Идигов и ушел на безопасную дистанцию. Такой же любезностью, только в голову ответил Рац. Хорошо сейчас. Нырками ушел от боковых ударов. Расланбек. Ну вот и сам. Сам по корпусу. Хорошо. Вот концовочка нужна. Концовочка. Всегда помогает. Помогает. Давай, 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 давай. Концовочка. Пусть. Пусть. Дай! Вот этот прямой удар передней рукой. У Роберта Рацца воторили с двух ракурсов. Неприятный ударчик. У Роберта Рацца в перерывах слегка потерянное выражение лица. И может показаться, если не видеть, как он потом проводит раунды, что действительно он не совсем понимает, что происходит. Но как только звучит гонка, начинается раунд, сразу Словак собран и сконцентрирован. Снова с дистанциями пытается работать Рац. Закручивается вокруг него. И Дигов. А он не свеж, он на ногах сейчас. Продолжает. Вот эти свои одиночные ледвойки выбрасывать. Рац. Ну, двигается хорошо Асланбек и видит эти удары, тем более. Ну, перекрылся сейчас, а вот по туловищу пропустил очень неприятный удар Асланбек. Потому что остановился, стоял у канатов, закрывшись, а длины предплечья не хватило, чтобы перекрыть всю опасную зону. И вновь попал правым кроссом Роберт Рац. Клинч. За последнюю минуту несколько очень болезненных попаданий пропустил Асланбек и Дигов. Двойка по корпусу от российского спортсмена. Левый боковой не зашел, но до этого правый был точен. Рац пытается огрызаться. По-прежнему контролирует, старается быть в центре ринга. Не оставаться, не оставаться. Прямые удары. Мы отмечали боковые в начале Рац, а теперь прямые он выбрасывает. Довольно неплохо. Но тогда они доходят до цели, когда Идигов стоит перед ним. Ну вот, сейчас выбросил навстречу. Неплохо два удара Асланбек. Но моментами стало останавливаться. Нельзя делать абсолютно. Концовка уже традиционно проходит на встречных курсах. Опустил руки Идигов. Правый просвистел у него над головой. И девятый раунд закончен. Надо отдать должное Рацу. Я думал, не таким конкурентным будет бой. Нет, то, что Идигов выигрывает, в принципе, конечно, сомнений практически нет. Но выигрывает с небольшим преимуществом. И не просто, как казалось по ночам, могло быть. По-любому. Серийно просто забирай. Количество. Промойте рот, промойте рот. Промойте рот. Вот Петров. Нет промы. Собрано, руки на место. Не стесняйся клинчевать. Атака клинч, атака клинч. Но назад просто клинч. Иди, иди назад. Делай просто последний раунд. Делай просто последний раунд. Вот настраивают, настраивают так конкретно. Идигова на финальный раунд внушает ему, что эти три минуты он должен выиграть, показать себя случай стороной. Собирай. 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 хорошо хорошо сейчас за счет темпа за счет количества образованных ударов где вы смотрится неплохо но еще раз хочется сказать что вот выбросил выбросил парочку ударов отскочил не надо шоссе рисковать заряжена на последний раунд асланбек и дигов но также роберт рад заряжен что у кого-то капа выпала ураться требует реферия чтобы быстрее вернули капу на место и две минуты остается сошлись центре ринга боксеры каждый хочет выиграть этот раунд да здесь уже тактика отступает на второе место вы синглу и трат но точных ударов очень мало у него и дыгу спокойно отвечает час правильно рвёт дистанцию хорошо встречает передней рукой уйти уйти откажется вот так с ударом еще ручь серия ударов по корпусу от асланбека и дигова попытался ответить правом оверхэнда братса мимо цели до 10 раунд у словака не получается почти ничего не попадает и заслуга в том а конечно же наверно 95 процентов асланбека и дигова действует аккуратно российскому раз двигается хорошо пробивает на встречу все делает правильно так и надо действовать в финальном раунде имея преимущество не огромное но его необходимо сохранить приумножить пока действиями дигова по ходу финального раунда претензий практически нет здорово лево-боковой и снова два боковых удара не успевает через руку пробить словацкий боксер но она пропускал конечно характер у парня есть но времени нет в этом поединке 10 секунд хорошо прямые удары дигова ну и вот так концовки ситуация звучало заключительного раунда просто вымахался уже роберт рации если честно показалось что ему был гон гораздо нужнее нежели асланбеку и дилову что двенадцать раундов похоже на то я слышал кого-то говорили не нет все перчатки сняли со спортсменов а бой закончен все таки 10 10 конечно тем более в углу говорили дигу последний раунд настраивали ну что же отличный бой мы с вами посмотрели да хороший конкурентный поединок надо поблагодарить рация за это приехал первый раз так далеко показался очень даже неплохо смелый парень не боялся шел вперед скидывает руки рад скидывают руки оси секундант как убеждая зрителей что они победили но нет счет будет не разгромный но то что победу присудят асланбеку и дигову и я не сомневаюсь напоминаю за два европейских пояса и и и Находился бой. О завершении этого боя. Обратимся к судейским допискам. Лейк Де Чалвен. На конце Чалвенчаевского паута мы идем к Георгиевскому scorecard. Итак. Кобцев 98-94. Кобцев score 98-94. Судья Болдырев 98-92. Болдырев шагал на протест 98-94. И Эйннеди 97-93. Эйнеди score this contest 97-93. Единогласное решение. Таким образом. Единогласным решением судей одержал победу Йоу Фирор. По юнанимос десишн. И сохранил свои два пояса. По прежнему. По прежнему. Не знающий поражение Асламбек и Дигов. Непростой бой был у Асламбека. Но сумел выиграть. Сохранить свои пояса. С очень упорным соперником. И, в общем-то, счет, у которого выставили Рейфи. Рейфи Рейфи. Никаких претензий. Все правильно. Во втором среднем. Поздравляем Асламбеком. Асламбек. И тихо. Асламбек.